Всё. Пробиоспециалисты. А мы уже пишемся. Вы знаете, мы в гостях в Сарафиме пьём чай зелёный. Здравыми. Вот делаешь глоток чая и вспоминаешь очередную смешную историю. Я, не знаю, вы знаете, я занимаюсь пробиотиками, но не в том смысле, которые в рот кладут, а в том смысле, которыми моют. То есть мы их называем моющие пробиотики. Это такие средства, моющие средства, они лояльные. В отличие от токсичной химии. Мы их сделали лояльными моющими средствами, и в состав которых входят живые бактерии. Ну и понеслись чудеса, как только нам удалось это сделать. Сделали мы их примерно в 2007 году, и вот уже празднуем, сколько, 21-й сегодня год? Да, 14 лет. Каждый год у нас какие-то достижения. Вот очередное достижение. Вообще, эти пробиотики занимаются люди, которые любопытствуют и потом начинают бизнес, превращают это в бизнес. Потому что, ну понятно, что это же новые средства, они плохие темы, трудные в администрировании. Всякие справки, там сертификаты надо получить в своей стране. Но когда это все получается, люди просто начинают хватать. Почему? Потому что народ давно уже подготовлен. Он не хочет химии, он не хочет мыться химией, не хочет трогать химию. Химия понижает иммунитет очень сильно. Причем в случае ковида, например, если вы живете в химических условиях, то считайте, что у вас может сценарий начаться, онкологический сценарий. Или когда у вас ковид пойдет и вас заберут, наскоро его привезут в больницу. У вас сил не будет. Иммунитет ваш будет на низком уровне. Поэтому выбросите из дома все моющие, токсичные средства и приобретайте наши. Я не в плане коммерции вам советую. Я просто забочусь о вашем здоровье. Но если вы сами это понимаете, то деньги здесь ни при чем. На самом деле стоимость что тех, что этих одинаковая практически. Так вот, рассказываю историю. Есть такое государство Иран. И мы туда тоже запустили разведку свою в том смысле, что там нашлись люди образованные. Иран очень закрытая страна. Но они послушали и пригляделись. И один стал активничать. Дошел до того, дошел до правительственного уровня, дошел до генералов, дошел до людей, министров, которые занимаются безопасностью, здравоохранением занимаются. А у них две партии всего. И тут случается, он все договорился. Все подписали, все эти руководящие, мусульбанские высокие чины подписали и прислали нам письмо, что великолепные ваши средства, мы внедряем их в государственную программу и одновременно запрещаем всю химию, которая до этого продавалась в магазинах. Мы бросаем чепчики, мы думаем, что прецедент такой будет, вот, мы будем хвалиться им. И тут случается, значит, перевыбор у них. И эта партия уходит в ноль, проигрывает. А выигрывает другая партия. Наш человек, быстро переориентировавшись, знакомится с руководством новой партии. И тут случается ковид. И родственники руководителя, будем так говорить, генсекретаря этой новой партии, заболевают. Родственники преклонных лет, ну, как бы 70 лет, папе и маме. Ну, дедушка и бабушка, будем так говорить. И вот они настолько заболевают сильно, что клиника интенсивной терапии отказывается их брать на себя и говорят, пускай, везите их домой обратно. Все понимают, умирать. Потому что они уже плохо дышат, им подключили аппарат искусственного дыхания, натащили любых лекарств, ничего не помогает, они находятся в коме. И то, и то, и то, и то, и то, и то. И тут, значит, этот генсек говорит, слушай, вот родственникам помоги. Ты там чего-то говорил про какие-то чудесные эти пробиотики. Ну, вот, попробуй. Ну, уже помирают, так попробуй. И наш парень включается в состав родственников, которые приехали взглянуть на последний вздох дедушки и бабушки, потому что они помирают. Ну, это прощальные, так сказать, собрания. Вот. Собрались в комнате. И в фильме слышно, как они гудят и, типа, провожают дедушку. А дедушка и бабушка лежат без памяти. Просто без памяти лежат, в бессознательном состоянии. Наш парень снимает все это на телефон. И тихо что-то там по-персидски говорит. Вот, смотрите, говорит, больной, больной. И включает наш аппарат. Включил он его где-то в 6 утра. И там идет временная развертка. Значит, он периодически заходил в палату и фиксировал состояние больных. Я вам сразу скажу, что этот фильм вы сейчас посмотрите. Ссылку мы внизу вам дадим. Про этих двух стариков. Как их... Как их... Как помогли пробиотики двум старикам в государстве Иран, в Персии. Но через два... Меньше чем за двое суток они из состояния овоща сидели в кровати и ели кашу. И спокойно говорили, не кашляя, не ощущая какую-то температуру. И состояние их было нормальное. Меньше двух суток прошло. Что мы сделали? Стоял просто аппарат. И он каждые три часа выплевывал пробиотики в атмосферу, в пространство комнаты. Комнаты стандартные, 20 метров примерно. на квадратных. А на полу лежали больные. И вот этот фильм, посмотрите. Просто сами кадры, они не монтированы. Он просто снимал нам и говорил, какое-то чудо произошло. Родственники заходили и смотрели на оживающих, на их глазах вот этих двух стариков и говорили, это какое-то чудо. Это персидская сказка. Это только у нас может произойти. Наш человек, образованный был, он тихо посмеялся, говорит, да это пробиотики. Не знаю никаких пробиотиков. Это чудо. Это чудо. И когда эти очнулись, двое пациентов, им тоже сказали, что видите, как вы быстро восстановились. Но они говорят, мы не знаем, что такое микробы, полезные микробы, не соображаем. Но мы не можем объяснить, что произошло. Обязательно посмотрите этот фильм. Это очень наглядный фильм о том, как действуют пробиотики, просто так запущенные в комнату, в пространство комнаты. Что произошло? Пробиотики, размножаясь, как сильный вид микробов, а это группа бацилю субтилис, ну вид такой есть, группа, там много разных, около 70, по-моему, есть разновидностей бацилюсов. Так вот, она сильно размножалась, мощно. И вот это мощное размножение остановило размножение коронавируса. Соответственно, коронавирус перестал размножаться, как менее слабый микроб, чем наши. В результате ожили микробы, которые курируют работу легких, и они перестали испускать из себя вот эту матричную биопленку, которая, собственно, и забивала альвеолы, и мешала дышать. Альвеолы очистились, и ребята стали дышать спокойно. Они сняли намордники вот эти вот, ивэловские, и спокойно дышали носом уже, и ртом, и разговаривали совершенно спокойно. Все это видно в фильме. Ну а вот если кто-нибудь тебе скажет, например, ой, и раз они убили вирусы, а может они и нас убьют? Нет, они не убили вирусы. Они остановили размножение вирусов, репликацию вирусов. Это существенные два понятия. Значит, те люди, которые используют глагол убивать, они неправы. Дело в том, что в любой священной книге, ну, в Библии, Коране, например, написано, что не убей. Нельзя убивать. Ты сделай, напугай его. Сделай так, чтобы он перестал размножаться. Вот смысл нашего действия. Микроб, микробы никогда не убивает. У них идет футбольное состязание. Просто одни более активные, а другие не менее активные. Так вот, менее активные уступают дорогу. Они перестают размножаться. И все. Если перестаем размножаться, это называется инфекция остановлена. Это все, что нам нужно было. Очень интересный рассказ. Я вижу, доктор с интересом слушает, даже не зевает. Вот как. Итак, мы в гостях у Серафима. Спасибо, Владимир. Это Владимир Колчин и его пробиотики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...